Всем привет, с вами MadScientist, это канал Патан Амебного Уровня. Мы продолжаем изучать детские инфекции и сейчас мы будем рассматривать скарлатину. Скарлатина это острое инфекционное заболевание, вызываемое бета-гемолитическим стрептококком группы А, продуцирующим ряд экзотоксинов А, Б и С типов и передающиеся преимущественно воздушно-капельным путем. Также это заболевание характеризуется развитием интоксикационного синдрома, острым воспалением нёбных миндалин, то есть танзелитом, лимфоденопатии и кожными высыпаниями в виде обильной точечной сыпи. Теперь мы переходим к эпидемиологической характеристии. И опять же действуем стандартно по триаде Громашевского. Это возбудитель, пути передачи и восприимчивый организм. Возбудитель стрептококкус пиогенус, он же бета-гемолитический стрептококк группы А. Вот сокращенно его еще называют БГСА. Основной механизм передачи аэрогенный, путь воздушно-капельный. Гораздо реже встречаются элементарные и контактные пути передачи. Резервуар и переносчик это больной с любой клинической формой стрептококковой инфекции, а также здоровые носители. То есть это антропонозная инфекция. Соответственно входными воротами является слизистая оболочка ротоглотки. Это подавляющее большинство случаев. Очень редко легкий и раневая поверхность. Это экстрафарендиальные формы скарлатины. Иногда входными воротами может быть слизистая оболочка матки. Тогда заболевание называется послеродовой скарлатины. Какие же основные факторы патогенности есть у возбудителя? Во-первых, это капсула. Во-вторых, это элементы клетчатой стенки, различные протеины М, Ф, Т, А, пептидогликан или патейхоевая кислота. К секретируемым факторам относят экзотоксины, стрептолизины О и С, стрептокиназу и различные нуклеазы. В патогенезе, особенно первого периода скарлатины, наиболее важную роль играет экзотоксин А. Поскольку именно он необходим в патогенезе наиболее тяжелых форм стрептококковой инфекции. Это формы, сопровождающиеся инфекционно-токсическим шоком, а также такие формы, как некротический фасциит. Для возбудителя скарлатины характерен такой феномен, как молекулярная мимикрия. По сути, это когда антигены стрептокока похожи на антигены макроорганизма. И в итоге антитела, которые вырабатываются к антигенам стрептокока, начинают реагировать с антигенами макроорганизма. Что обычно приводит к развитию различных осложнений аллергического характера, как правило, уже во втором периоде заболевания. То есть, примерно через месяц после начала клинических проявлений. На какие антигенные детерминанты стрептокока могут быть похожи наши антигенные детерминанты? Это М-протеин, это А-полисахарид, это О-стрептолизин, это стрептокиназа и диалуроновая кислота капсулы возбудителя. Антигенными детерминантами макроорганизма, которым в итоге развиваются аутоантитела, являются белки сарколемы миофибрил сердца, белки почечной ткани и диалуроновая кислота садительной ткани. Стоит отметить, что проявление стрептококковой инфекции называть аутоиммунными не очень корректно, поскольку все-таки аутоиммунные процессы, это процессы, при которых этиологический фактор не ясен. Здесь же этиологический фактор достаточно четкий, это стрептокок. И поэтому в данном случае заболевания лучше называть инфекционно-аллергическими, а не аутоиммунными. То есть, пострептококковый гламировал нефрит и ревматизм лучше называть именно инфекционно-аллергическими заболеваниями. Классификация скарлатина. Может быть типичная форма, могут быть атипичные формы. Это стертая, гипертоксическая и экстрафарингеальная. По тяжести стандартная, легкая, средне-тяжелая, тяжелая. Как правило, скарлатина имеет средне-тяжелое течение. Имеется два основных периода. Это первый и второй. Капитан очевидность. Для первого периода характерно действие непосредственно факторов патогенности. То есть, токсическое действие самого возбудителя. Которое характеризуется преимущественно гнойно-септическим поражением и развитием токсического воскулита, который будет проявляться в виде характерной скарлатинозной сыпи. Второй же период характеризуется аллергическим действием с формированием реакции гиперчувствительности по второму, третьему и четвертому типу. Преимущественно это третий тип. Из-за феномена молекулярной мимикрии М-протеина А-полисахариды и стрептолизина О с антигенами сарколемы миофибрил сердца и ткани почек. Что характерно для первого периода заболевания. Это остроинфекционное заболевание, поэтому оно развивается остро с выраженным интоксикационным синдромом. И формируется первичный инфекционный комплекс. Это здесь называется первичный скарлатинозный комплекс. В роли первичного аффекта выступает острый катаральный, катарально-гнойный или гнойно-некротический танзелит, поскольку входными воротами в данном случае является эпителеминдалин. Кроме того, развивается регионарный лимфангит и регионарный лимфоденит. И это будет проявляться в виде увеличения регионарных, чаще переднейшейных лимфоузлов. Далее идет целая группа симптомов, которые ассоциированы с токсическим воскулитом. Со стороны ротовой полости это так называемый пылающий зев с четкой границей между твердым и мягким небом. То есть резко выраженная гиперемия слизистая облачка полости рта. Со стороны кожи это мелкопятнистая сыпь на общем гиперемированном фоне, которая исчезает при надавливании ладонью. У этой сыпи есть огромное количество различных специфических симптомов. Во-первых, это симптом филатова, который характеризуется бледностью носогубного треугольника. Непонятно почему, но вот есть бледность носогубного треугольника. Кроме того, сыпь обычно скапливается в естественных складках кожи, это симптом пасти, а со второй недели сыпь уходит. И на месте сыпи остается крупнопластинчатое шелушение кожи. Поскольку некротизированные элементы кожи, которые отторгаются, имеют достаточно плотные контакты между собой. Ну и наконец, вот этот самый малиновый язык, являющийся также одним из характерных клинических симптомов скарлатины. И наконец, проявление второго периода заболевания. Это уже инфекционно-аллергические проявления. Основное это острый постстрептококковый гламеролонефрит, который морфологически, как правило, бывает интракапиллярным, пролиферативным, очень редко бывает экстракапиллярным. Кроме того, не то чтобы проявление, как бы осложнение, тут я не совсем точно выразился. Это различные проявления острой ревматической лихорадки. Это и ревматический кордит, это и поражение кожи, и поражение нервной системы. Теперь переходим к препаратам. И вот, начинаем мы со скарлатинозной ангины. Для скарлатинозной ангины характерны преимущественно некротические изменения. В отличие, например, от дифтерии, для которой характерно фибринозное воспаление. Здесь изменения на миндалинах некротические проявляются в виде вот таких белесоватых наложений. Здесь уже на вскрытии. Вот миндалины, вот первая, вот вторая. И мы видим на миндалинах вот такие множественные кровоизлияния и обширные очаги некроза. Дистологически ткань миндалины некротизирована с единичным количеством лимфоцитов и достаточно малым количеством нейтрофилов. Но при этом отмечается полнокровие сосудов. Опять же отмечу выраженнейший некроз ткани миндалины. Вот этот характерный малиновый язык, обусловленный воскулитом, который имеет ярко-красный цвет. Вот скарлатинозная сыпь. Это обильная мелкоточечная сыпь на гиперемированном фоне, которая имеет тенденцию скапливаться в области естественных складок. Вот, например, здесь, в подмышечной области. Но при этом отмечается бледность носогубного треугольника, которая отмечена на правой картинке. Если мы говорим о проявлениях второго периода, то макроскопическим проявлением второго периода является гломеролонефрит. А макроскопическим проявлением гломеролонефрита является большая пестрая почка. Здесь мы видим типичнейшую большую пеструю почку. Почка увеличена в размерах пестрого вида, капитан очевидность. Почему она пестрая? Потому что у нее бледная кора за счет развития воскулита мелких тромбов в просвете сосудов. Но при этом отмечаются множественные мелкие кровоизлияния, которые и дают вот эту вот пестроту. Дистологически мы видим картину интракапиллярного пролиферативного гломеролонефрита. Мы видим признаки пролиферации эндотелия капилляров. Незначительные признаки пролиферации мезангия. И слабо выраженную лимфоидную с примесью нейтрофилов инфильтрацию. Иногда, вот например здесь, можно отметить единичные гиалиновые тромбы в просвете мелких сосудов. Ряд форм скарлатины нужно отметить особо. Первая форма это токсико-септическая. Это тяжелая форма течения заболевания, характеризующаяся выраженнейшей интоксикацией и нередким развитием инфекционно-токсического шока. Соответственно к симптоматике интоксикации относят высокую лихорадку до 41 градуса, тахикардию до 160 ударов в минуту и артериальную гипотензию. При этом экзантема может принимать геморрагический характер, а гнойный процесс при первичном аффекте может распространяться. То есть обычно это гнойно-некротический танзелит. Обычно это гнойно-некротический танзелит. Он может осложняться заглоточным абсцессом, атитом, любыми другими гнойными осложнениями в области головы и шеи. И самое тяжелое осложнение это развитие септикопиемии, то есть диссиминация гнойного процесса по всему организму с развитием метастатических абсцессов. И вторая важная форма скарлатины, это гипертоксическая форма, характеризуется катастрофически нарастающей интоксикацией и развитием инфекционно-токсического шока со смертью на первые-вторые сутки. Поскольку заболевание распространяется стремительно, то изменения в органах и тканях обычно не специфические. Это дистрофические изменения и расстройства кровообращения. А основные клинико-морфологические проявления могут даже не успеть развиться. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, пишите их в комментариях, я с радостью на них отвечу. До скорых встреч! Продолжение следует...